Если вы хотите переехать в Европу, но не знаете, к кому обратиться по поводу легализации, то вы попали на нужный вам канал. Наши специалисты в области иммиграции помогут вам оформить любые документы в Европе. Это может быть студенческая ВНЖ, рабочая ВНЖ, воссоединение семьи. Также вы можете обратиться к нам по таким вопросам, как оформление шенгенской визы, страхование, аренда и покупка жилья. По любым волнующим вас вопросам по переезду в Евросоюз, вы можете обращаться по ниже указанному номеру телефона. Все консультации проводятся абсолютно бесплатно. Сундук Тревел желает вам легкой и успешной иммиграции. Здравствуйте, дорогие друзья! Всем привет-привет! Всем доброго дня, отличного настроения и всех поздравляю с наступающими праздниками! А мы находимся в Италии. Я специально тут встала, не просто так. Я не запомню и не выучу это название, я вам просто его прочитаю. Мы находимся в Италии, а поселочек называется в горах Ла Формозиони Дель Лаго Ди Алигетче. Здесь очень-очень дорогие друзья, красиво. Огромные заснеженные горы. Просто в гугле, в гугле просто написано Олеги. А, ну в гугле написано Олеги, но мы вам полное... Белуна, Белуна, Италия, Олеги. Иван сегодня не даст мне говорить. А мы приехали в такое красивое место, заснеженные горы, вершины, озеро изумрудного цвета. И, конечно же, Иван вот мне вчера говорил, я говорю, давай в горы, в горы поедем. Он говорит, давай в Болонию поедем, в города там, туда, посмотрим какие-то города. Я говорю, нет, поехали в Доломиты, в горы. Он говорит, а что там делать зимой? Мы приехали, вышли. Дорогие друзья, ну такие виды завораживающие. И хочется сразу спросить, что делать, что наслаждаться глазами такой просто ослепительной. Ну вы посмотрите, просто ослепительной красотой. Как же красиво. Да, я согласна, может быть немножко не хватает зелени. Но зато какие снежные шапки. И иногда же надоедает все время зелень, зелень. А тут... Друзья. И еще, еще, дорогие друзья, самое важное. Да сейчас успеешь все рассказать. Смотрите, домики, домики. Для меня это как маленькая Швейцария, один в один. Ну да, красиво. Ребята, вообще я бы хотел сейчас у Анны взять небольшое интервью. Пусть она нам немножко что-нибудь порассказывает. А мы погуляем, посмотрим с вами на эту красоту. Ну и заодно Анна нам что-то расскажет, да? Да, я готова. Ну все. Давайте. О, где-то зазвенело что-то. Но очень мало. Камеру настроим. Есть картинка. Видно тебя? Ой, отлично видно. Ну что, я думаю, да. Самый главный вопрос. О, смотри, как тебя хорошо видно. Тут же экран тоже есть. Да, я вижу, что меня видно. Самый главный вопрос, который часто, наверное, задаваемый всеми нашими телезрителями, друзьями и так далее. Почему ты остановила свой выбор на Словении? Ой, ну это можно рассказывать, дорогие друзья. Я прям, прям просто целый день. Это просто больная тема, больной вопрос, который очень мне близок. Но прежде всего скажу, что, как ни странно, но Словения очень близка мне по менталитету. Я не люблю суету. Я люблю работать, люблю учиться, но я не люблю суету. Я люблю, чтобы жизнь дается один раз и чтобы она проходила более-менее в размеренном русле. Вот славянцы, они тоже это любят. Плюс, конечно же, очень высокий уровень законности. Все подчиняется законодательству. Законы работают, они выполняют свою силу, свою структуру. И благодаря этому сразу повышается уровень культуры страны. И плюс уровень экономики и развития. Тоже все работает благодаря рабочему законодательству. Плюс, конечно, мне еще очень нравится, в каком месте находится Словения. Место расположения просто идеальное. Я безумный путешественник. Люблю путешествовать много и часто. Как говорится, как мы всегда говорим, наш лозунг нашей компании «Сундук Тревел». Какой? Путешествие без границ. Что документы Евросоюза должны окрылять. И ты должен лететь и путешествовать. Но вот Словения как раз находится в середине самой обалденной красоты. Рядом Италия, Австрия, Корватия, Швейцария и много других очень-очень красивых мест. Да, ты дай хоть что-нибудь. Ох ты. Не успевает. Прям не успевает. Вот это идеальный человек. Я давно уже просто давно не рассказывала на видео. Дорогие друзья, я так по вам соскучилась. Я хочу для вас вещать, показывать. Я же тут болела. Какое-то время очень долго, очень сильно кашляла. И не могла вам рассказывать. Друзья, друзья мои. Но вы понимаете теперь, почему я ее не беру с собой, когда видео снимаю. Она не дает слова вставить. Но ты не дам надо говорить про Словению-то. Да ты про Словению. Что важно для наших друзей, которые приезжают. Дорогие друзья, а что еще важно? Почему именно Словения? Словения страна очень развитая. И она с каждым годом повышается по уровню развития экономики и самого государства. Соответственно, постоянно растет рынок труда. Соответственно, всегда есть рабочие места для нас с любым образованием. Для человека, говорящего на русском, на славянском, на английском, не говорящего ни на каком языке. Всегда есть рабочие места. Да, правильно говоришь. Подтвердила. Плюс также, что еще хочется сказать? Образование. Есть различные условия европейского хорошего образования по приемлемым ценам. Это тоже очень важно. Плюс, как они заботятся о детях. Когда вы привезете своих детишек, то вы поймете. Я обязательно постараюсь взять интервью у людей, у которых есть дети, чтобы они вам рассказали из первых уст. Они очень-очень довольны. Недавно одна женщина мне сказала, Мне, говорит, ребенка обслужили в поликлинике, предоставили все услуги абсолютно бесплатно. Никогда, говорит, на родине такого не было. И она сказала, что славяние просто сказка в плане проживания. Мы будем это еще, друзья, подтверждать. Да, тут несколько лебедей. Анют, а еще вот такой вопрос, да, слышал несколько раз от людей. Почему вот именно ты предлагаешь первым ВНЖ получить именно студенческий ВНЖ, а сразу не делать рабочий, бизнес и так далее? Почему ты вот склоняешься к такому методу получения? Потому что, ну так скажем честно, да, мы не одни занимаемся помощью в оформлении документов. И многие другие фирмы начинают рекомендовать бизнес-эмиграцию, сразу бизнес-пакеты, открытие фирмы, трудоустройство. Да, конечно же, есть люди, какие-то крупные предприниматели, которые уже едут точно со своей точно поставленной целью, открытие фирмы, работа. Он знает, чем он будет заниматься. Это будет какие-то контрактное сотрудничество и в России, и в Словении, и еще в других странах. Но когда человек едет, он еще толком не осознал, что он хочет делать, ему нужно оказаться внутри страны, там пожить, побыть, понять свое настроение. И, конечно, настроение и свое направление деятельности, что немаловажно. Ну и, конечно же, я не хочу, чтобы вы приезжали, дорогие друзья, и сразу с первых месяцев начинали платить налоги государству. Процесс эмиграции – процесс нелегкий. И все равно вам нужно какое-то время, чтобы адаптироваться и встать на ноги. Поэтому на первый раз, на первый путь, я всегда советую студенческое ВНЖ – образование для взрослых. Я понимаю, что ты тоже хочешь выступить, ну, давай после меня. Вот. И что хочется сказать. Студенческое ВНЖ – образование для взрослых – это самый быстрый, еще раз повторюсь, самый бюджетный, выгодный вариант на первое время. Сколько стоит образование за один год? За один год образование стоит 350 евро вы платите за зачисление в колледж, когда получаете официальный документ о вашем зачислении, подтверждение зачисления. И пару экзаменов хотя бы. И пару экзаменов, ну, там, ну, 120-140 евро. И сразу скажу, вы их сдадите, не задавайтесь вопросом, как. Если у вас экзамен будет оплачен, он будет продавлен. Ты подскажешь, как сдать? Конечно, я подскажу методику вашего сдавания экзаменов. И язык знать не надо. И язык знать не надо. Нужно просто быть коммуникабельным, улыбчивым и располагать к себе людей. Понятно все. Понятно все с вами с улыбчивыми. И самое важное, когда вы являетесь студентом, вы не платите никаких налогов. Вы можете в Словении спокойно адаптироваться, осмотреться, понять, чем вы хотите заниматься. Вы хотите свой бизнес развивать. Мы тоже можем в этом помочь при открытии фирмы. Либо вы хотите делать трудоустройство и работать на кого-то. Это все только по вашему желанию. Но внутри страны вы уже точно будете понимать. И тогда вам можно будет уже ВНЖ переделать. На рабочие, либо бизнес уже будет у вас ВНЖ. На различные виды документов, но уже внутри страны, не выезжая. Анют, а как ты считаешь, в чем сложность-то сама вообще эмиграции, людей, которые переезжают? Да, я, наверное, скажу так. Уже не один год мы занимаемся помощью в эмиграции, в оказании услуг по эмиграции в Словению. И очень с многими людьми я общалась, видела, как происходит их эмиграция. Сначала, конечно, мы общаемся по видеосвязи, видеоконсультации. А ты расскажи, как интересно это происходит. Да, да, да. Сначала мы всегда общаемся через телефон. Аудио или видеоконсультации. Они еще находятся у себя на родине. Мы сначала списываемся через WhatsApp, через Telegram, потом начинаем созваниваться. Иногда это бывают только аудиозвонки. Кто-то не любит на видео разговаривать. Но потом и бывает и видеоконсультации. Мы уже с друг другом знакомимся, уже друг друга узнаем, уже становимся не чужими. Консультируемся, обсуждаем. И я скажу вот так вот, дорогие друзья. Единственное, что сложное в процессе эмиграции... Вот здесь можно, кстати, красивый вид. Обалденный. Это, дорогие друзья, не переезд, не адаптация в Словении, не поиск работы или поиск учебы. Нет. Нет. Дорогие друзья, по моей статистике самое сложное у вас и у нас когда-то было, и у всех других — это чувство страха. Чувство страха эмигрировать — это единственный вопрос и единственная преграда, которую мы ставим сами себе. Чувство страха ограничивает нас, оно закрывает наши возможности, закрывает наши желания. И мы сами себя, так скажем, заводим в какую-то комнату, у которой есть стены страха. Всё остальное в эмиграции всегда можно сделать без проблем. Если человек действительно внутри себя хочет жить, работать, учиться, путешествовать, не знаю, там, может быть, выйти замуж даже, или рожать детей на территории Евросоюза, он чётко внутри себя знает, что я хочу эмигрировать, я хочу жить там. Если внутри человека это действительно есть, то никаких преград у него не будет. Нужно только избавиться от своего собственного страха. Бояться, дорогие друзья, это нормально, но бояться не нужно, нужно только стремиться. Аннушка, вот что я думаю, а сколько ты считаешь времени надо в среднем, наверное, людям, чтобы адаптироваться, найти работу, подучить язык? Сколько уходит времени людям на это? Ну, нельзя, наверное, так сказать, да? Наверное, сложно сказать какую-то определённую дату. Потому что, да, я знаю одного Женьку, который месяц не просидел, на работу вышел. А одного знаю Володьку Владимира, который три дня не просидел, вышел на работу. А я знаю одну девочку, которая через три месяца разговаривала на словенском. Это я. А ты себя, конечно, не обделишь никогда. Сама себя не полюбишь. Поскромнее немножко будь. Скромная девушка, скромная. Ну, наверное, это действительно сложный такой вопрос. Потому что, как такового срока адаптации, срока, так скажем, именно вот этого периода вставания на ноги, да, акклиматизации, его как такового не существует. Только мы сами для себя его устанавливаем. Вот какой вы себе в голове срок поставите, к какому сроку вы будете стремиться, такой он у вас и будет. Вот я хотела выучить язык за три месяца. Я очень сильно стремилась к этой цели. Да, это было тяжело, это было сложно. Иногда даже со слезами. Потому что сидела до трёх часов ночи, до двух часов ночи учила. Но я это сделала, как бы я достигла своей цели. Поэтому, дорогие друзья, это всё зависит только от вас. Кто-то находит работу и за месяц, и за два, кто-то язык быстро изучает. Это всё в ваших руках, его не существует срока. Ну, слушай, давай, я не буду выключать уже камеру. Всё равно у нас, как это называется-то современно, импровизация, да? Ну, лучше всего спрашивать и говорить без подготовки. Я считаю, что заранее подготовленный сценарий, это наигранный сценарий, это уже не для каждого. Да, слушай, ну а что бы ты пожелала даже не тем людям, которые приедут ещё, а тем людям, которые уже приехали? Ну, конечно же, хочется тем людям, которые сейчас уже находятся на территории Словении. Их уже очень-очень много, их уже очень-очень немало. Да, но меня, конечно, это только радует. Нету людей, которые уехали обратно из тех, кому мы оформляли документы, помогали оформлять документы. Они все находятся на территории Словении, либо какая-то их маленькая часть едет куда-то вперёд, Германия и Австрия, либо Америка. Но это уже те люди, которые изначально в Словению приезжают с этой целью, они её уже вынашивали внутри себя. А так, в основном, люди остаются на территории Словении. Конечно же, я за них очень счастлива и рада. И я уже могу сказать, что тем, что они приехали в Словению, они уже сделали 80% для того, чтобы сделать себе правильную, комфортную и нужную жизнь. Ту, к которой они стремились, когда ехали на территорию Евросоюза. А что хочется пожелать? Не отступать от своих целей, идти только всегда вперёд. Никогда ничего не бояться, не ограничивать себя своими страхами, не ограничивать себя какими-то негативными эмоциями, бороться с трудностями и с проблемами, которые возникают. Это нормально, они есть везде. Когда мы жили у себя на родине, они тоже были, никто от этого не застрахован. И самое главное, если вы стремитесь, если вы делаете, то оно всё обязательно получится. 100% во всех смыслах и для вас, и для ваших детей. Ну что, ребят, вот такой вот маленький, небольшой, коротенький ролик мы записали с Анной. Я бы ещё рассказывала часа 2, 3, 4. И мы не сомневаемся. Да, и, наверное, пришло время поздравить всех с Новым Годом. С наступающим ещё. С наступающим Новым Годом. Ну не знаю, ролик может выйти уже Новый Год. Ну или может быть уже с наступившим. Да, с наступившим или с наступающим, ребят, Новым Годом. И хотели бы вам всем пожелать самого главного в этой жизни – это здоровье. Это самое важное – здоровье вам и вашим близким. И помните, и помните, мысли – они материальны. Да, а я хочу пожелать про здоровье и про мысли – это я полностью присоединяюсь. А ещё, конечно, хочу пожелать, чтобы у вас у всех была хорошая работа, которая приносила вам хороший достаток, который бы вас удовлетворял. Чтобы вы жили в той стране, либо в том городе, который находится внутри вашей души, чтобы это был ваш домик для души, ваше родное, близкое место. Именно то, где вы хотели быть. Не обязательно страну. Да, это то место, где вы вот хотели быть, где вы хотели жить. Пусть это обязательно, обязательно исполнится. Желаю вам, конечно же, обязательно любви. Это то чувство, которое продвигает нас вперёд на протяжении всей жизни. Любви такой, чтобы аж кровь закипала. И причём в любом возрасте. В любом возрасте, да, страстной, настоящей, чистой любви. Друзья. И ещё, конечно же, что… И ещё закругляться надо. И ещё, конечно же, что хочется пожелать. Чтобы вокруг вас всегда были близкие и родные, которые приносили вам только-только радости, позитивные эмоции. Потому что жизнь тяжёлая, всё равно, конечно же, есть какие-то трудности, проблемы. И мы боремся благодаря чему? Благодаря тому, что внутри нас есть поддержка близких, родных. Есть их любовь, которая нас оберегает. Ребят, ну вы понимаете, да, откуда вся энергия идёт. Всем пока-пока, друзья. До новых встреч в новом году. Пока-пока. И в новом году мы с вами сделаем, ребят, очень многое. Всё, что не успели в этом году, сделаем в следующем году. И сделаем даже больше. Оставайтесь обязательно с нами. Да. С вами всегда ваш сундук Тревел. Иван, и Анна всегда с вами. Всем пока-пока. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok